Ну что, у нас первый капок и первая находка. Вот такой вот поломанный слот от немецкой гармошки. Очень-очень, ребята, часто попадается, солнышко будет светить в другую сторону, потому что Сережа так не хочет, чтобы в лицо, чтобы не на камеру. Забираем мусоропровод сюда, вложим пока в карман, потом выкину уже куда-куда-куда надо. Просто такой глубочайший сигнал проходил, ребята, глубокий-глубокий, вот копал яму. Тут какая-то позиция находится, видно углубление. Как всегда, по-моему, какашка какая-то лежит, банка консервная с войны осталась. Солдаты ели и сбросились, по-моему, она, или же это часть гильзы. Сейчас посмотрим. Нет, ребята, это гильза часть, какой-то галбица, фиггалбица, это не банка консервная. Какой-то был снаряд, друзья, и он обрезанный, и из него что-то делали, может, какую-то пепельницу, может, еще что-нибудь, фиг знать, может, цветы сюда вставляли вообще, какая-нибудь ваза была под цветы у солдат. Сюда вот под дерево сунул, пускай тут стоит. Вот так вот, только-только начал копать, куда же мне ее таскать с собой. Такое дерево красивое, большое, сосна, смотрите, какая огроменная. Сейчас все прозвоним, посмотрим, что там еще есть. Посмотрим, посмотрим, просмотрим. Да, ребят, там еще есть. Это еще не все было. Это еще было не все. Да, буду смотреть, сейчас выкапываю смотреть. Гашка кусок. Я не знаю, сколько их там есть, но они не кончаются. Ну что, друзья, как правильный копатель, я все выкопал до последнего сигнала. Все, яма пустая, ячейка полностью испотрошена. Смотрите, сколько здесь гильз оказалось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, сорок. В общем, где-то около сорока штук. Осмелюсь предположить, друзья, что это гильзы от немецкой гаубицы. Примерно калибр 105 миллиметров. 76 вряд ли, слишком большевато для 76-го. Для 116-го, да, какого-то, тоже большеватого. Думаю, что 105. 105 миллиметров немецкая гаубица. Скорее всего, дома уже буду смотреть. 106-го, да, какого-то, тоже. Посмотрите, какая красота, ребята. Копал до конца, потому что, потому что я надеялся, что вдруг будет там лежать каска. Или что-нибудь еще такое интересное. Вдруг это сброс какой-то. Всегда надо капать, потому что внизу может оказаться что-то очень-очень интересное. Даже может лежать солдат. Такие вот, друзья, дела. Все, закапываю все это дело обратно и идем искать. Целый час потратил на это на все. Целый час. Сразу объясню ребятам, которые только начинают копать. Мало ли кому будет попадаться вот такая штучка, ребята, смотрите. Вот, видите, похоже очень на какой-то горшок, да? Как будто горшок или чашка какая-то, ребята. Это колпак на снаряд. Защитный, так сказать, предохранительный колпак. Его снимали, заряжали там уже этот снаряд, патрон тогда большой и стреляли. Это просто защита на патрон, чтобы предохранитель, так сказать, вот сюда вложим. Если, конечно, я не ошибаюсь. Я думаю, что я не ошибаюсь. Ну, пока только вот как-то так вот, ребята. Очередная находка. Сигнал был такой, полужелезный, полуцветной. Подкова. Подковку я заберу и сейчас буду пить чай, отдыхать. Ну, неужели я сегодня не найду ни одной монетки? Уж подкова-то мне должна принести удачу. Блин, я схожу-хожу, сколько уже времени, ничего такого толкового вообще нет. Ну, все, сейчас точно попривет. Так, я уже рюкзак снял, чтобы счетку достать. Смотрите, видите, окоп, ребята. И накрыл окоп и прошел сигнал. Такой красивый-красивый. Ну, думал, почему-то, что будет опять что-нибудь, клажа какая-нибудь. Но сигнал был очень красивый, тонкий. О, фляжка. Самая настоящая военная фляжка, друзья. Так, ну, по-моему, без надписей, к сожалению. Так, по крайней мере, ничего не прогнать. Лопатой вот я дал по краю немножко удолбил. Блин, как жалко, что нет надписей. Обычно солдаты же метили фляжки. А тут почему-то ничего нету. Сейчас почищу, конечно, посмотрю еще. Ну что, друзья, вот такая вот немецкая фляжечка. Скорее всего, советская трофейная. Ну, в смысле, что наши солдаты всегда брали у немцев и котелки, и ложки. И эти самые фляжки. Но никаких надписей здесь нет. Обычно ставили инициалы, что-то подписывали. Странно. Просто вообще ничего, ребята. Ни одной буковки нету. Абсолютно чистая. Помятая и чистая фляжка. Забираю в любом случае до коллекции, потому что такие вещи со мной не так уж часто попадаются. О, пожалуйста, ребята. Вылезла целенькая подствольная граната немецкая. Е-мое, сейчас я поглубже просто закопаю, чтобы ее просто никто не нашел, что он лежал в самом верху. Сейчас его копану туда в яму. Потому что, чтобы никто ее больше не достал. Опа! Ну, вот как-то так получится у нас. Оп, как глубоко. Не закапанно все это дело. Тут же ее никто не найдет никогда. Вот так как-то получше будет. Так, ну, наконец-то, друзья, выскочила мне хоть одна пуговка. Вначале думал, какая-то маленькая монетка. Но это оказалось пуговка. Вижу, что на ней какой-то есть рисуночек. Так, смотрим, что у нас тут нарисовано. Написано, нарисовано. Какая-то что ли снежинка. Ну, очень похоже на снежинку какой-то рисунок. Маленькая, красивенькая, с ушком. Не знаю, что такая могла быть. Военная, невоенная, военная. Вряд и, скорее всего, гражданская какая-то. Какие-нибудь 20-е, середина 20-го века. Начало 20-го, середина 20-го. Где-то, думаю, что этих времен. Судя по изделию, по самому изготовлению пуговицы. Со снежинкой. Хоть одна находочка, чтобы я мог открыть, наконец-то, хабарницу и что-то в нее положить. Ну, щипок. Ну что, друзья, похоже, вылезло колечко. Колечечко. Вот оно, красавица. Обручалочка. Явно, что обручалка. И женская. Тоненькая, тоненькая. Хотя на палец, не, на женский, на мужской точно не подойдет. Слишком уж она какая-то малюсенькая. Ну, какая-то женщина потеряла, ходила здесь по лесу. Может, грибы собирала, может, и ягоды. Ну, явно, что тоже такие. 20-й век. Начало, середина 20-го века. Что-то в этом роде, друзья. Ой, ребята, какая мне редкая вещь попала. Шпильковая гильза. Так называемая шпильковая, шпиличная, шпильковая. Ребята, как-то так называется. Гильза. Видите, у меня такая вот торчит ножка. Шпилька, так называемая. И вижу, хорошо, что проглядывается, ребята. По-моему, орел. Царский орел. Красота неописуема. Смотрите, какое клеймо красивое. Разве можно на гильзе найти такие клеймы прекрасные? Эти гильзы валяются всякие военные. На них там цифры стоят. Это тут, смотрите, царский орел прорисовывается. Красота, ребята. Очень-очень редкая вещь. Сейчас попробую еще это место пробомить немножко. Может быть, здесь что-то такое происходило, что такая гильза валяется. Прикольно. На моем счету, говорю, третья штука. Три раза я находил. Вот я третий раз уже. Между прочим, коллекционный вариант. Совершенно коллекционный. Такую редко найдешь. Чпок. Ну, наконец-то, ребята, по-моему, монета. По-моему, должна быть точно монета. 64 сигнал, наверное, совет будет. Три копейки по размеру. Три копейки. Нет, ребята, цента литовский. Десятка. Ништяк. 25-й год. Это 25-й год. Только в 25-м году они выпускаются. Один-единственный год. 25. Ништяк. Вот такая вот, ребята. Прекрасная, замечательная монетка. Просто зашибись. Просто красота. Все-таки есть монета. Все-таки я зацепил сегодня. Ну, так, его здоровье. Хожу до трассы. Трасса проходит. Ну, как трасса такая. Ездовая, скажем так, дорога. Не сказать, что она такая основная. Но ездовая, машина проезжает довольно-таки. Каждые там 5-10 минут. Прекрасно, ребята. Просто, просто класс. Десять центов. Редко попадается. Не часто. Но вот, красавец. Лесной сохран. Красивенько. Почиститься будет просто коллекционный вариант. Чпок. Ну вот, только-только показывал вам на общем видео находки свои. И там вот такие вот унитазы у меня были. Видите? Это у нас от курительной трубки идет голова. То есть вот так вот чпок. Курительная трубка открывалась. Забивалась табачком и курилась. Потом хоп и закрывала. Чтобы туда всякая кака грязь не попадала. Подвалилась у человека от трубки и потерялась. Вот такая вот какая-то, ребята, мне выскочила только что непонятная штучка. Медная. Клепка медная. И вот смотрите, что это такое. Вообще не поймешь, что к чему и почему и зачем. Забираю. Металлолом. Ну что, друзья. Все, давайте еще напоследок подведем итог сегодняшнего копа. Посмотрим, что мы с вами сегодня накопали. Так, что у нас сегодня такого интересного получилось? Фляжка военная. Какая-то пуговица со снежинкой. 10 центов литовских 25-го года. Часть куриственной трубки. Унитаз. Это самый, как у кольцо. Кольцо обручальное. И шпильковая гильза. Ну, в общем, как-то так. На сегодня все, друзья. Вы были на канале в поясе Клара с Сережей. Пока. А я балдею, мам. Не верю я глазам. Поднял я серебро. Мне очень повезло. А я балдею, мам. Не верю я глазам. Поднял я серебро. Мне очень повезло. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»